Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня, я считаю, будет очень интересный видеоблог. Почему? Потому что попала мне, собственно говоря, на просторах интернета книга. Сейчас почитаю. Народный комиссариат пищевой промышленности СССР. Главное управление мясной промышленности. Колбасы и мясокопчености. Пищепром из ДАТ. Москва, 1938 год. Вот такая вот книга. От редакции. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбас и мясокопчености, утвержденные Народным комиссаром пищевой промышленности СССР для предприятий Наркомпищепрома. Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников в магазинах, торгующих колбасой и мясокопченостями. Вот такая вот интересная книга. Для колбасника вообще просто кладезь. Ну, наверное, штук 200 интересных рецептов. И, поверьте, я настроен их все реализовать в жизнь. Вот. Если кого-то заинтересует книга, пишите в комментариях. Я, как бы, вышлю ссылку на ее скачивание. Книга невероятно интересная, друзья, особенно для людей, которые увлекаются колбасами. Сегодня по этой книге мы приготовим солями летнюю высшего сорта. Почему летнюю? Я разбирался с этим, но и вот мне пришла такая идея в голову. То есть сырокопченые, сыровяленые колбасы, они называются просто, к примеру, солями. А есть солями летние. Они варенокопченые. Я предполагаю, ну, основную причину, что не было в промышленных масштабах в 1938 году камер для созревания колбас холодильных. Поэтому вяленые колбасы делали зимой, а летом, так как температура достаточно высокая, и вялить возможности не было, делали варенокопченые колбасы. Ну, это мое МХО, естественно. Ну, и, собственно говоря, рецепт очень интересный. Мы будем четко делать по рецепту. Можете себе представить, попробовать колбасу, которой кормили советских граждан в 1938 году. Рецепты очень строгие. Никаких сисеписек хвостов категорически. Ну, есть, конечно, несколько колбас третьего сорта, там, где допускаются свиные щеки, свиные внутренности. Но мы начали с колбас высшего сорта. Так вот, салями летняя высшего сорта. Интересно еще что? В то время не было нитритной соли, использовали селитру. Ну, наверное, все об этом знают. Мы селитру, то есть в классическом рецепте 35 грамм соли на килограмм мяса и 6 грамм селитры. Мы селитру заменили нитритной солью и будем использовать 13,5 грамм нитритной соли и 13,5 грамм поваренной соли. Итак, друзья, сейчас расскажу о ингредиентах солями летней высшего сорта. Итак, друзья, для солями летней высшего сорта используем 400 грамм говядины, 350 грамм. Я говорю про порции на килограмм. У нас здесь мясо больше, потому что мы делаем больше колбасы. Но рецепт на килограмм я обязательно выложу в описании видео. Будет рецепт там, где будет расписано все на килограмм. 350 грамм средней жирной свинины и 250 грамм грудинки. Как я уже говорил, на килограмм 27 грамм смеси поваренной и нитритной соли в соотношении 50 на 50. 2 грамма сахара, 1 грамм черного перца и 0,2 грамма молотого кардамона. Но я вам хочу сказать, пока Лариса перемолола эти... Ну, наверное, она больше перемолола. Пока перемолола эти 0,2 грамма, у нас весь дом пахнет кардамоном. Я пришел с улицы. Вот, Лариса, он действительно очень ароматный. Поэтому будьте осторожны с кардамоном. Действительно надо 0,2 грамма, не больше. И, естественно, друзья, в первую очередь нам мясо надо засолить. То есть, по регламенту соления 1938 года 4-5 дней. Мы будем традиционно солить 2 дня. Ну, этого всегда вполне хватает для классической, ну, как бы для качественной полной засолки. Итак, порежем мясо. Порежем мясо и засолим его. Еще я думаю, почему в промышленных условиях значительно дольше сроки засолки. По одной простой причине, что там куски мяса совершенно другие. Никто в промышленных условиях не заморачивается с вот такой вот нарезкой мяса на такие маленькие кусочки. Солят, я думаю, ну, кусками по полкило, по килограмму. То есть, порезали там как-то на большие куски. Ну, может и селитра по-другому отрабатывает. Ну, при засолке нитритной соли вообще, как бы мы когда делаем для себя колбасы, там для себя или друзья просят тоже сделать, мы ограничиваемся одним днем. Этого вполне хватает. Но, так, чтобы наверняка, так как это видео мы снимаем для вас, друзья, чтобы наверняка, рекомендуем делать это два дня. Ну, и как бы когда делаем колбасу для видео, солим так, как рекомендуем. У нас новые ножи, я еще к ним не привык. Боюсь, что себя сейчас руки поотрезаю. Свинину мы режем отдельно и солим отдельно. Причем надо порезать так, чтобы свинину я режу кубиками, а грудинку я нарезал полосочками, чтобы нам потом из-за сола эту грудинку было легко... ну, легко идентифицировать и отделить, потому что мы будем их измельчать на разные фракции. Слушай, страшный нож. Пропорционально засолим, то есть я сейчас вначале засолю свинину, добавим сюда в сольку сахар. С вашего позволения сделаю вот такое вот интересное движение. И пропорционально, где-то 60% соли на свинину. И 40% соли пойдет у нас на говядину. Такая свининка хорошая и пахнет вкусненько. Я в последнее время что-то запах свинины не очень жалую. Свиней выращивают на какой-то. Мы недавно купили свинину, сделали из них, ну, как это сказать, мясобурек. Изделие из теста, запекаемая в духовке с фаршем. У нас были гости, и гости нас удивили. Я его еще не пробовал, а гости взяли, пробуют. Говорит, а что это, с рыбой типа мясобурек? Я говорю, да нет, с мясом, со свининой, с какой рыбой? Пробую, ну, реально вкус рыбы. Поэтому не знаю, чем... В общем, с мясом, наверное, в Российской Федерации, может, и получше. В Украине надо быть очень аккуратным. Потому что никакого контроля сейчас нету. Люди просто совесть потеряли. И на базарах страшно покупать. Хорошо, мы имеем возможность покупать, ну, в сельской местности, покупать мясо у известных людей, хотя бы, по крайней мере, которых мы знаем. Потому что вот так вот, просто на базаре купить мясо, можно получить вместо свинины рыбку. Вот на такие вот кусочки режем нашу говядинку. Говядинка тоже хорошая. Такая. Даже жалко ее на колбасу, если честно, пускать. Я думаю, из такой говядины колбасу в промышленных условиях не делаем как раз с 38-го года. Тоже засолим ее. Надо было разделить соль, конечно, пропорционально. Друзья, лучше соль разделить, когда вы солите, чтобы не угадывать, как я, разделить пропорционально. То есть, 6 частей на свинину и 4 части на говядину. Потому что, боюсь, боюсь говядину пересолить. Ну, говядину как раз надо больше немножко посолить. Больше? Да, на ней, вот, даже там написано в рецепте, что на говядину больше соли идет. Странно, я такого не видел в рецепте. Ну, ладно. Посмотри. Ну, хорошо, ты знаешь, я внимательно все всегда считаю. Все. Все. Засолил я мяско, пищевой пленочкой его закрываю и отправляю его в холодильник на засолку на двое суток, дорогие друзья. А через двое суток мы с вами увидимся и продолжим готовить солями летнюю по рецепту 38-го года. Нарком пищепрома. Меня это так впечатляет, конечно. Народный комиссариат пищевой промышленности это называлось. Итак, друзья, до встречи через два дня. Продолжим приготовление солями летней. Наш фарш, наше мясо просолилось, солили мы его даже три дня. Получилось не два дня, а три дня, потому что были дела, не успели. Теперь на этом этапе нам понадобится мясорубка и миксер. Мы используем вот такой вот планетарный миксер. Если нету его, то понадобится обычный бытовой кухонный миксер, который держать в руках. Но миксер обязателен, потому что мясо надо будет хорошо перемешать. Для говядины используем самую мелкую решетку. В первую очередь перекрутим говядину. Ручка здесь нехорошо. Не собрана мясорубка. Мясорубку делаем холостой запуск и подтягиваем. Говядину можно сразу же перекручивать в чашу от миксера, потому что мы ее будем перемешивать первым. Какая красивая у нас говядина получилась. Непридная соль отработала. Мясо имеет такой яркий цвет, классный. Говядину перемололи. Сменим решетку на мясорубке на самую крупную, которая у вас есть, друзья. Отставляем в сторону. У нас самая крупная вот такая вот, 7 мм. Что-то не так-то выбивается. Упс. Как это? Все. Сейчас мы это закинем назад. Немножко говядины из шнека у нас, конечно, попадет в свиной фарш. Но ничего страшного. Непонятно, на какой стороной его ставить. Я ставил метки, чтобы одной стороной ставить ножи. Но метки все куда-то делись. Итак, перемалываем свинину на самую крупную. Немножко кусочек хлеба, что-то. Перемололи всю свинину. Важно, чтобы ножи были острые. Чтобы мясорубка не давила мясо, не выпускала из него сок, а именно рубила. Как и не положено делать. Теперь, друзья, подготовим грудинку. Ой, кусочек остался. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, я его порежу с грудинкой. Подготовим грудинку. Грудинку, дорогие друзья, режем на полоски. Вот таким вот образом. Полосочки в 5 мм. Вот такие вот у нас полосочки должны получиться. Лиза. Лиза уже хочет дегустировать. Лиза еще рано дегустировать. Вот таким вот образом. Это можно еще вот так вот порезать. Конечно, в промышленных условиях это делается совершенно по-другому. Но мне придется поиграться сейчас с этим. Ларису попрошу, она мне поможет. Кстати, во всех ГОСТах, ну, во многих ГОСТах, там, где участвует вот несколько колбас, именно присутствует вот такая вот, вот такая нарезка, скажем так, свинины, грудинки полосками. Мы никогда это не делали. Я не понимаю, как их можно будет через колбасный шприц набить. Но попробуем. Вот. Получается вот такой вот эффект, друзья. Вот на такие полосочки режем. Как бы в ГОСТе написано полоски толщиной 5-6 миллиметров и длиной 7 сантиметров. Сейчас порежем всю нашу грудинку, дорогие друзья, и вернемся, ну, перейдем к смешиванию. После того, как мы подготовили все ингредиенты, перейдем... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Перейдем к самому важному моменту в изготовлении... Ну, одному из самых важных моментов в изготовлении колбас это перемешивание. И оно, друзья, обязательно... Вот очень многие колбасники не акцентируют на этом внимание в своих видео. Я обязательно акцентирую в каждом видео. Фарш надо тщательно вымесить. Итак, начнем с говядины. На очереди, да, получится? Да. Запускаем миксер, и в течение двух минут тщательно вымешиваем... Ну, как бы тщательно, миксер вымешивает. Мы-то смотрим. О, Лариса, надо в розеточку включить. Иногда это помогает. Она отключилась, я включу. Через 2 минуты, друзья... Через 2 минуты, друзья, добавим сюда нашу свинину. Выкладывай, пожалуйста. У тебя на пальце там еще залипла одна колбаска. И теперь перемешиваем опять в течение двух минут. Еще через 2 минуты добавляем сюда грудинку. И тщательно все вымешиваем вместе с грудинкой. Вот это вот вымешивание, оно дает такой эффект мяса. Вы видите, оно немножко белеет. Это белые волокна. Мы разрушаем белок в клетках и получаем такую очень-очень липкую массу. Это нам гарантирует то, что у нас в колбасе не будет никаких пустот, и она хорошо набьется в оболочку. И так вымешиваем. Лиза бедная сидит на колбасу, поглядывает. Добавим специи, друзья. Чуть не забыли про специи, которые мы заранее подготовили. Я говорил о количестве. И в описании видео будет написано точное количество на килограмм. Мы готовим, у нас всего сырья 1800 грамм. Мы готовим больше колбас. На новогодние праздники пойдут. Перемешаем еще в течение где-то 3-4 минут. Вымесили фарш. Сейчас покажем, что получилось. Вот, друзья, видите такой эффект? Все совершенно однородное. То есть, получилась однородная масса. Оно, во-первых, будет очень хорошо слепаться в колбасе. И будет красивая структура. Соберем весь фарш. Поместим его в шприц для набивки колбас. И подготовим оболочку. Друзья, мы подготовили шприц для набивки колбас. Подготовили коллагеновую оболочку. Коллагеновая оболочка диаметром 45 миллиметров. Замочили ее в теплой воде на 10 минут. Или больше это диаметр? 45, да? Коллагеновую оболочку покупаем в интернет-магазине Ем Колбас. Я не рекламирую этот магазин. Он удобен тем, что там есть все в одном месте. Это первое. И доступен как в Украине, так и в Российской Федерации. Итак, друзья, приступим к набивке. Зажимаем оболочку с одной стороны. И вот таким вот образом набиваем колбаску. Можно чуть-чуть еще. Точно так же набиваем следующие колбаски. Интересно, мне очень интересно, как эти длинные полоски грудинки будут вести себя в разрезе уже после приготовления. Но надеюсь, что хорошо. Хорошо. Таким же образом набьем все остальные батончики. Итак, друзья, набили все батончики. Теперь перевяжем их с двух сторон. Сейчас покажем, как. Таким вот образом закручиваем и завязываем на один узелок и на второй узелок. То же самое с другой стороны. Когда мы закручиваем колбаску, лучше это делать вдвоем. Потому что одному очень неудобно. Когда мы закручиваем колбаску, тем самым ее уплотняем. Вот таким вот образом. И теперь, друзья, попрокалываем наши оболочки. Если где-то есть воздух, то в особенности. Но вот так вот. С какой-то небольшой периодичностью все их прокалываем. Но воздуха у нас нигде нет. Очень хорошо. После перевязки отправляем наши колбасы на усадку в холодильник. От одного до двух суток. То есть желательно вообще в ГОСТе написано на двое суток на осадку. Ну вот, собственно говоря, мы так и сделаем. Отправим их на двое суток. При температуре от 5 до 10 градусов, как пишет ГОСТ, они должны осаживаться двое суток. Друзья, а через двое суток приступим к приготовлению. Наша колбаска два дня провисела вот так вот в холодном месте. Ну, провисела на холодной веранде при температуре где-то 5-6 градусов. И будем помещать ее в коптильню. Коптить будем в два этапа. Первый этап отепления. Я установил температуру 25 градусов. Вот на датчике 25. В коптильне сейчас по факту 19. Температура подымается. И помещаем колбасу в коптильню. Я запустил дымогенератор. Коптильня начинает наполняться дымом. И первый этап при температуре 25 градусов будем коптить в течение часа. Происходит процесс отепления. Прошел час, друзья. Колбаска там коптится. Ее не видно, конечно же. Но процесс отепления окончен. Поднимаем температуру до 55 градусов. Вот я покажу. Я поднял. Фактическая сейчас 25. Это верхняя. Установленная 55. Коптильня сейчас начнет нагреваться. И при температуре 55 градусов коптим колбаску еще 2 часа. После этого будем перемещать ее в духовку на прожарку и варку. Итак, друзья. Наша колбаска коптилась еще 2 часа. Перейдем к следующему этапу. Достанем ее из коптильни. Нормально тут дымка у нас. Сейчас покажу. Видите, как она закоптилась. Какая красивая стала. Реально супер. Переходим к духовке. Снимаем колбаску. Следующий этап, друзья, у нас будет обжарка колбаски. Помещаем ее в духовку при температуре 95 градусов на 20 минут. Желательно, чтобы батоны не касались друг друга. Так их расположить. Топ подвинь дальние туда. И через 20 минут, дорогие друзья, перейдем к третьему завершающему этапу. Через 20 минут процесс обжарки закончен, друзья. И перейдем к завершающему этапу. Этапу варки. Для этого на дно духовки, у нас тут целая конструкция, помещаем поддон или противень можно с горячей водой. Вот таким вот образом. Температуру в духовке понижаем до 80 градусов. И в один из батонов колбасы помещаем кухонный термометр со щупом. Если у вас нету такого термометра, то можно обычный щуп барбекю. Температура небольшая, поэтому внутри духовки ничего с ним не случится, он не расплавится. И теперь вот таким вот образом, поместив туда поддончик с водой, поместив щуп, варим нашу колбасу до достижения внутри батона температуры 69 градусов. Процесс жарки, который мы только что закончили, я забыл сказать, его надо проводить с функцией конвекции. Когда мы переходим к процессу варки, функцию конвекции отключаем. То есть просто нагрев. И желательно, чтобы температура у нас сильно не прыгала, чтобы была стабильная в районе 80 градусов. Дорогие друзья, температура внутри колбаски достигла 69 градусов и будем ее доставать. Сейчас покажу крупный план, как она выглядит. Такие вот у нас получились прекрасные палочки колбаски. Сейчас ее надо охладить. То есть мы ее помещаем на лоджию, в холодное помещение. На улице сейчас минус 1. В лоджии температура где-то 5-6 градусов на ночь. А завтра пахнет она, конечно, божественно. А завтра, друзья, будем ее разрезать и дегустировать. Итак, дорогие друзья, солями летняя высшего сорта. Пахнет прекрасно. На вид тоже замечательная. Очень меня любопытство не дает, какая она на разрез. Ну, по-моему, отлично. Сейчас покажу разрез. Лиза уже пришла дегустировать. Лиза уже здесь, моя кошечка. Немножко есть небольшая пористость. Но, как бы, я думаю, что это ничего страшного. Рисунок очень красивый у этой колбасы. Не знаю даже, как фотоаппарат, камера как передаст его. Но реально очень красивый. Такая она очень фактурная. Какая-то мраморная структура. Ну, вот я уже слюнками давлюсь, если честно. Ну, и по виду очень красивая. Ну, что, друзья, попробуем. Ну, что, первый кусочек моему дегустатору. Дегустатор. Бери твой кусочек заслуженный. Очень хорошо отделяется оболочка вообще. Ну, и колбаса нарезается тонюсенько. То есть, ее можно нарезать вообще светящимися. Ну, очень классная. Очень, очень такой яркий аромат. Реально, если бы пару лет назад мне кто-то дал эту колбасу и сказал, что она приготовлена в домашних условиях, я бы сказал бы, что такого быть не может. Это фантастика. Очень вкусно. Лиза, ты так считаешь? Ребята, нежнейшая. Нежнейшая, с очень ярким вкусом. Ну, просто фантастика. Колбаса фантастическая. Даже, даже не знаю как. Причем вот такая очень хорошая корочка. То есть, мы ее правильно приготовили. Получилась натуральная от обжарки, натуральная корочка. Но даже сниму, еще раз покажу, крупный план, не удержусь. Сниму немножко оболочки. И покажу без оболочки, какая получилась прекрасная корочка. Посмотрите, какая красота, пожалуйста. Очень-очень крутая колбаса. Могу сказать. Давно я такой вкусный колбасу не ел, честно. Нарком пищепром СССР. Видимо, знал толк в колбасах. Был народный комиссар пищевой промышленности. И этот чувак, видать, очень жестко контролировал все это дело. Потому что колбаса, ну, шедевральная. Просто шедевральная, дорогие друзья. Пробуйте. Пробуйте по нашему рецепту, по ГОСТам 1938 года, приготовить салями летнюю высшего сорта. Вы не пожалеете. Она просто потрясная. Ну, у меня давно не было такого восторга от колбасы. Ну, собственно говоря, нечего и говорить, конечно. Колбаса удалась. Если у вас есть какие-то вопросы касательно приготовления, касательно рецепта, задавайте их в комментариях. На все вопросы мы отвечаем, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ставьте пальцы вверх, если вам видео понравилось. Ну, надеюсь, что всем понравилось. Но если вдруг кому-то не понравилось, то ставьте вниз. Все равно ставьте. Я должен понимать, какая у вас реакция. Лариса вот не любит пальцы вниз. А я считаю, что человек имеет право на свое мнение. Не понравился наш рецепт. Надо отреагировать. Поэтому, друзья, на этом будем заканчивать. Так сказать, до новых встреч. Всего доброго. Пока.